всем привет ребят с вами хьюго и в этом видео хотел бы вам продемонстрировать билд баба яга сделанный по первому фильму о джоне вики обещаю будет очень интересно и всем я желаю приятного просмотра что же достоверной информации мне придется выложить немало и поэтому я разделю эту тему на несколько пунктов чтобы мне было легче в ней ориентироваться и начнем пожалуй с небольшой предыстории а именно как у меня появилась идея о создании этого билда помнится мне когда я только начинал осваиваться в по идее где-то примерно в четырнадцатом году буквально за пару дней до выхода первого фильма в падике вышла обновление с и персонажем джон вик на тот момент я не знал кто это и почему его добавили в игру и какова его общая роль но спустя буквально неделю я наткнулся на триллер первого фильма и тогда я был по-настоящему потрясен и удивлен и уже буквально через пару дней просто пулей бежал на смотреть первую часть кино после чего я был довольно долгое время под впечатлением от самого фильма и также от игры за джона и уже тогда ко мне приходила мысль о создании игрового билда сделанный по первому фильму но тогда все было по-другому и оружие было мало и нужных модификаций тоже не доставала и что еще самое главное в плюс я тогда вообще не умел делать билды и в общем я отложил эту идею в долгий ящик но вот уже феврале этого года вышла вторая часть и прежде чем на нее сходить я снова пересмотрел первую и в процессе просмотра я вспомнил свою давнюю мечту о создании билда джони вики благо за это время много чего изменилось и возможностей стало гораздо больше и вроде как опыт появился игры и как помню я думаю что задача я справился и предлагаю вам оценить плод моих трудов прямо сейчас итак начнем пожалуй разбирать наше снаряжение и в плюс я буду объяснять почему я выбрал то или иное снаряжение на основной слот мы можем сами взять три разных оружия первый из них это кольт м4а 1 или же ее игровое название кар 4 в одной из сцен когда джон выходил из церкви держал довольно большую сумму денег в ходе перестрелки он использовал винтовку си и 415 основана на карабине м4 так что использование м4а 1 с определенными модификациями вполне себе становится похожей на оружие из фильма буквально спустя небольшое количество времени в следующей сцене джон использует единственный раз за весь фильм дробовик килл тег кс g это оружие также можно использовать в этом пилде но только при определенных ситуациях о которых мы сами поговорим чуть позднее в сцене с убийством дьосифа джон забирает в одной из снайперов дети и стел фрикон скаут аналог этого оружия у нас есть по идее под названием дезерфокс прекрасный агрегат который тоже имеет место быть в этом билде на втором слоте у нас находится главный любимый джона пистолет hk p30 l с эдульным компенсатором его мы могли наблюдать в спрятанном чемодане после нападения на джона и именно его большую часть фильма можно было видеть в руках уика также в этом чемодане лежала парочка глоков 26 которые джон использовал за весь фильм буквально пару раз в и ночном клубе на оружие ближнего боя нас находится выкидной нож который джон спрятал в левый носочек ноги перед тем как пойти в и ночной клуб где он использовал его для тихих убийств охранников еще в тайнике джона лежал ножка m2000 к слову копия которого есть у нас в пиде но его к сожалению в фильме джон не использовал на метательное оружие я решил выбрать метательные ножи в первом фильме не было сцены с имитания предметов поэтому я решил выбрать ножички из джон вик и в пан пака из брони мы сами выбираем легкий баллистический бронежилет точно такой же джон надевал перед походом в ночной клуб на снаряжение решил поставить аптечки первой помощи брать с собой большие не было смысла также как и патроны потому что джон всегда брал с собой буквально только пару магазинов для каждого оружия также фильме был момент когда джону в ночном клубе нанесли тяжелую травму разбитой бутылкой после чего доктор велел джону особо не двигаться чтобы рана смогла спокойно зажить но если у него возникнет потребность после этих слов он выдал ему таблетки которая позволит ему оставаться в бою как по мне маленькие аптечки как раз в эту ситуацию очень неплохо вжились прокачку науков вы сейчас видите на своих экранах они им расскажу чуть позднее когда мы с вами доберемся до геймплея этого билда и также ссылочка на этот билд будет оставлена в описании из перков выбираем киллера ведь именно с этим перком вышел джон вик в пиде и было бы довольно глупо не взять именно его в этот билд в плюс до этого я никогда не играл с этим перком и это было хорошим стимулом проверить его работу что же перейдем к самой главной части этого видео геймплею билда сначала предлагаем вам поговорить о навыках и о их сильных сторонах в основе билда я использую прокачанную ветку медика с инспайром и также маленькими аптечками из пера мы поддерживаем жизнь в команде маленьким аптечки мы ставим себе здоровье и также даем себе резиск урону в инфорсере взятая основа доджа 6 0 с навыками на восстановление брони устойчивость к флешкам баф и резиск урону и навыки на восстановление и также эреген брони с эйс версией башера техники только мертвая хатка на влечение точности в призраке навыки на быстрое перемещение перезарядку на бегу менее высокий уровень приоритета целей и также критический урон беглецы ветки стрелка и все что понадобится для смертельного нагиба с пистолетов и также навыки на ведение ближнего боя и теперь давайте разберем стиль игры и роль навыков и перка посмотрев фильм несколько раз я изучил характер поведения и стиль убийства джона я извлек то что его основная тактика такова ты либо сразу убьешь противника выстрелом в голову или сначала его калечишь выстрелом по ногам или же атаками в ближнем бою после чего ты опять его добиваешь в голову при этом стоять на одном месте ни в коем случае нельзя нужно постоянно двигаться занимать и менять позиции и именно такому стиле игры я в основном и придерживался во время тестов при его использовании главная фишка этого билда я выделил две вещи универсальность и также быстрое восстановление брони вы только вдумайтесь пир киллер увеличивает скорость остальной брони на 45 процентов навык стойкости также башер дает еще 45 процентов сумме уже 85 а если вас команде будет инфорсер также с базовой версии башера то ваша скорость брони будет увеличена на 120 процентов то есть теории ваша броня будет устанавливаться примерно за полторы секунды если даже не меньше это очень быстро в плюс пир киллер дает также очень сильное свойство а именно если ваша броня будет полностью сбита то вне зависимости от ситуации получаете в урон или нет она полностью становится буквально за полторы секунды также у нас имеется навык на реген брони за счет убийств в голову и складывая все это вместе мы получаем броню которую можно будет очень долго держать в тонусе а если вам ее собьют она будет очень быстро восстанавливаться и пока ваша броня целого урон по здоровью вы получать не будете а если будете то у вас есть целых 14 аптечек с собой чтобы это исправить идеальная ситуация это игра с двумя саппортами и гамблером и маньяком первый будет давать вам каждые три секунды утащи на здоровье и патроны а второй будет давать вам практически пассивный резист к урону который будет стакаться с вашим в итоге такой билд будет себя очень даже комфортно чувствовать на сложностях до дефиша вторая фишка билда как я уже говорил это универсальность в использовании оружие также тактик ведения боя с ним если вы отправляетесь на коридорные карты например как первый мировой банк под прикрытием или любой другой хайс где вам большее количество времени приходится находиться в помещении то неплохим трудно будет взять с собой дробей килл тег и методично стрелять юнитов из него с переходом на стрельбу из п-30 или же глока 26 хотя у нас и нету навыков на перезарядку и веркила игра с таким сетом все равно будет принесить удовольствие за счет критов и стака урона а вопрос перезарядка решается одним убийством юнита с ножа после чего ваше любое оружие будет переживаться на 50 процентов быстрее если вы попадаете на открытую карту с точками обзора то можно также собрать сет из глока и дезерфокса и играем в агрессивного снайпера вместе с вашими напарниками или занять снайперскую позицию и уже с нее атаковать тех кто попадет в ваше поле зрения вещь будет очень крутая в том плане что если вы постоянно будете убивать юнитов в голову как я говорю ранее вы будете жить так очень долго но и криты с дезерфокса порой неплохо радуют третий сет это использование m4 и hk с которым вы на всех картах можете чувствовать себя вполне себе комфортно последнее что добавили это преимущество оружие и также недостатки билда по 30 и глок 26 они по себе отличные пистолеты и вкупе с нашим билдом они раскрываются на все 120 процентов и превращаются в настоящие вундер вафли с бешеным дамагом и в основном все обычные юниты убиваются примерно за 1-2 попадания в голову если вы сделали полный стак неудержимого стрелка с которым вы будете носить на сто двадцать три процента больше урона вместе с загнанным зверем то есть и спешил юниты против такого урона долго жить тоже не будут с подбором патронов здесь также все хорошо на каждого убитого юнита вы будете получать столько же патронов сколько же и потратите так что пушки оставляю после себя только хорошее впечатление киллтек также как и м4а1 бой прекрасным в замесах на ближней также средней дистанции киллтек будет очень хорошо выносить толпы юнитов но при этом расплачиваться за это слабым подбором патронов а м4 хороша буквально во всем но к сожалению расплачиваться за это низкой точностью в остальное же она просто великолепна дезерфокс будет в этой ситуации очень сильно похож на киллтек у него все вроде бы и хорошо хороший урон ведь возможность введения боя на дальние дистанции но к сожалению подбор патронов, для него также Ахиллесова пита. Во всем остальном же билд получился крайне интересный и на удивление довольно эффективный, хоть и задумывался он как фановый, чтобы воссоздать игрового персонажа из фильма. Если же вы хотите получать настоящий удовольствие от этого билда, то советуем играть на славностях от Нормала до Веркила. На славностях Мэйхэм и Дэфиш играть уже нужно будет довольно серьезно и для этого как никак нужен опыт игры. И последнее давайте выделим минусы этого билда. Хоть их и немного, но все же они есть. И первый из них это когда на карту приходит Капитан Винтерс, чтобы вам его убить, вам придется немного поиграть с ним в салочки и покрутить его охрану. Так как мы с вами взрывчатки не имеем и чтобы убить Капитана, соответственно мы должны его крутить. До тех пор, пока мы его с вами не продамажим или не убьем его полностью охрану. Хороших занятий, которые представляют собой отстрел юнитов без укрытия долгое время, приведут за собой медленную, но верную трату боеприпасов и потерю брони. Так что сидеть на одном месте долгое время крайне не рекомендуется. Постоянно двигайтесь, меняйте позиции и тогда вы жить будете по-настоящему долго. И последнее это небольшие требования этого билда. Как ни как, но этот билд не может считаться имбой. И чтобы к нему реально привыкнуть нужно какое-то, но количество времени и опыт игры. Если вы до этого играли только с луками и решили поиграть с Виком, то спешу вас огорчить, боясь билд вас особо не порадит, а наоборот даже заставить его возненавидеть. Так как доджа здесь нету как такового и так же диких цифр урона вы здесь не увидите. И так же для полного создания билда вам потребуется список некоторых платных DLC и в любом случае как минимум второй уровень данной репутации. Что ж, на этом я буду потихоньку заканчивать. Опять же повторюсь, как по мне билд получился довольно интересным, по крайней мере за то, что в нем используются точные и правильные вещи из первого фильма о Джоне Вике. Надеюсь вам было интересно посмотреть, а самое главное послушать. Если вы хотите видеть билд Джон Вик построенный уже на второй части, то поддержите меня лайком, если их наберется хотя бы 500, то я постараюсь с таким же успехом составить правильный билд. Всем спасибо за внимание, пишите ваше мнение в комментариях и так же не забывайте заглядывать на наши группы в контакте и в стиме. А с вами был Хюго, всеми желаю удачи и всему есть своя цена. Auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok